Адам и Ева Адам и Ева — первые люди, которые столкнулись с искушениями в Эдемском саду. Они взяли плод с дерева, потому что решили, что он хорош в пищу, приятен для глаза, а также сделает их подобными Богу. Иоанн, ученик Иисуса, рассматривает человеческую дилемму следующим образом. 1 Иоанна 2,16, цитирую. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Мы искушаемся и падаем. По сути, та же история повторяется снова и снова. Неужели из этого разрушительного цикла нет выхода? Неужели мы постоянно будем впадать в искушение? Если вы отождествляете себя с этими проблемами, а если вы человек, то это так-то. Оставайтесь с нами до конца. В том фрагменте, который мы будем рассматривать сегодня, Иисус сталкивается с искушениями, которые будут уникальными для Него, но Он также покажет нам верный путь. Наблюдая за прекрасным путем Иисуса, мы увидим, что есть способ победить искушение. Как написал Петр, еще один ученик Иисуса, Иисус оставил нам пример, чтобы мы следовали Его путем. Давайте посмотрим на Иисуса. Матвея 4, 1. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал. И приступил к Нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал Ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Перед этим искушением Дух Святой сошел на Иисуса во время крещения. Теперь тот же Дух повел его в пустыню. Это первое наблюдение. Дух Божий на нем. Он ведет его. Это не находится вне Божьего плана. Это не происходит потому, что он согрешил. Затем мы видим, что Иисус спастится и молится. Перед Ним все Его земное служение. Он готовится исполнить дела Отца, то, что Отец доверит Ему. Молитва и пост проясняют видение, укрепляют решительность. На кону спасение человечества. Дьявол знает об этом. На кону всегда больше, чем само искушение. Иисуса ждали искушения. На греческом слово «искушать» также может означать «испытывать». Искушение — это желание пойти путем, который противоречит Божьей воле. Иаков, брат Иисуса, пишет, «Бог не искушает никого злом. Бог не работает ради унижения кого-то». Но Он использует трудные обстоятельства и атаки врага, чтобы предоставить человеку возможность возрасти в призвании и характере. Дьявол искушал Иисуса. В этом месте Он является как дьявол, искуситель и сатана. «Дьявол» — это греческое слово, а сатана — еврейское. Оба эти слова говорят о том, кто обвиняет, порочит, об оппоненте. Дьявол настроен враждебно по отношению к Богу и Его народу. Дьявол — это не безликая сила, стоящая за расизмом. Это не просто воплощение растленного эго, не символическое представление систематической несправедливости. Он разумное и сильное духовное существо, которое наполнено злом. Он главный противник Бога, который возглавляет духовные силы тьмы. Он намерен подорвать все дела культуры небес на земле. Обратите внимание на то, что Иисус постился 40 дней и 40 ночей. 40 дней поста Иисуса в пустыне говорят о 40 годах блуждения Израиля в пустыне. Бог ввел народ Божий в пустыне. Точно так же Иисус в один духом. Иисус и Израиль готовились к своим заданиям. Иисус и Израиль переживали голод. Дьявол подошел к Иисусу с условием, «Если ты Сын Божий», Отец только что сказал с небес, подтвердить роль Иисуса во время крещения. «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Фраза «Если» А дьявола не была призвана заставить Иисуса сомневаться в своей личности Сына Божьего. Он побуждал Иисуса противостать воле Отца. Дьявол хотел, чтобы Иисус жил согласно культуре земли, а не культуре небес. По сути, дьявол говорит, «Ты Сын Божий». Это значит, что у тебя есть сила и права, чтобы удовлетворить свои нужды. Позаботься о себе, ведь ты Сын Божий. Ты можешь выполнять все свои желания, когда захочешь. Разве это не похоже на послание современной культуры? Наш сегодняшний текст показывает три метода того, как оставить прекрасный путь. Первый звучит так. «Оставьте удовлетворение своих желаний выше повиновению Отцу». Иисус столкнулся с искушением, которое не призывало Его делать нечто ужасное. Само по себе нет ничего плохого в том, чтобы превратить камни в хлеб. Но Иисус опустошил себя, чтобы выполнить миссию Отца. Дьявол хотел, чтобы Иисус использовал свою силу для прокладывания своего пути. Искушение состояло в том, чтобы не доверять Отцу в обеспечении всем необходимым в нужное время. Дьявол хотел посеять разделение между Сыном и Отцом, если получится. Тот же самый вызов он бросил Иисусу, «Когда Тот умирал на кресте». Я цитирую Матфея 27. «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Священники, книжки и старейшины насмехались над ним. Цитирую. «Уповал на Бога, пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал, «Я Божий Сын». Но если бы Он сошел с креста, то уничтожил бы цель Своего пришествия». Иисус отвечал на все искушения фразой, написано, «Все цитаты Иисуса на этом месте взяты из Второго закония, 6, 8». Это обращение Моисея к израильтянам перед тем, как они вошли в землю обетованную. В нем он напоминает им о 40 годах испытаний в пустыне. Это было время подготовки и обучения. Послушайте, что сказано в авторозаконии 8, 2 и 8, 3. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Бог позволил им пережить голод, чтобы они смирились, научились полагаться на него, пережили его удивительное обеспечение манной. Они должны были понять, что послушание Божьему Слову, доверие Богу, важнее их потребности в пище. Как Израиль проходил искушение по Божьему замыслу, так и Иисус. Как Израиль проходил искушение после событий на Красном море, так и Иисус проходил его после крещения. Цель была одна — показать верность и преданность Божьему направлению в подготовке к назначенной работе. Результаты были совсем разными. Израиль начал требовать хлеб и умер в пустыне. Иисус отрекся от хлеба и стал хлебом жизни для мира. Мы видим иронию в жизни Иисуса. Он отказался превращать камни в хлеб, когда сам был голоден, но он кормит пять тысяч человек и четыре тысячи человек. Он не превращает камни в хлеба ради себя. Он отдает свое тело в качестве хлеба для людей. Его пища состояла в том, чтобы исполнять волю Отца. Считаем ли мы COVID-19 испытанием? Смирились ли мы? Доверяем ли мы Богу больше? Учимся ли больше полагаться на Него? Доверяем ли мы Ему в вопросах обеспечения? Как восполнение наших желаний вместо повиновения Отцу проявляется в нашей жизни? Каждый раз, когда мы желаем пищи, утешения, друзей, повышения славы, секса, власти, развлечения, мы желаем этого больше, чем прислушиваемся к Божьему Слову. Мы видим это в нашей жизни. Каждый раз, когда мы хотим восполнить свои нужды своим путем, в наше время мы меняем свою жизнь. Иисус говорит нам в Матфея 6,33, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Он призывает нас доверять Отцу. Иисус противостоял первому искушению, и тогда дьявол пришел со вторым. Матфея 4,5. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелам своим, заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не проткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Крыло храма это, скорее всего, юго-восточный угол храма. С высоты той точки открывается вид на 450 футов или 137 метров вниз к долине Кедрон. В этот раз дьявол цитирует Писание, чтобы испытать отношение Иисуса с Отцом с двух сторон. Во-первых, любит ли Его Отец, если Он бросится с крыла, то пошлет ли Он помощь? Во-вторых, знает ли Отец лучший путь к началу Его служения? Ему нужны последователи. Такой прыжок точно собрал бы толпу. Это было продолжение, которое могло показаться приятным. Но обратите внимание на то, что дьявол цитировал 90-й Псалом. Он цитирует несколько стихов вне контекста, чтобы манипулировать Иисусом. Послушайте, что говорится перед стихом, что цитировал дьявол Псалом 99. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибеженцем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». А теперь послушайте, что говорится после того места, что процитировал дьявол. Это 14-й стих 90-го Псалма. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Конец цитаты. В контексте Псалма мы видим, что Бог защищает тех, кто выбирает Отца в качестве прибежища, кто держится за любящего Отца, кто доверяет Ему свою защиту на всех путях. Этот Псалом не призывает людей побуждать Бога защитить их, испытать Его, принимая глупые и рискованные решения. Если бы Иисус прыгнул с крыла храма на глазах толпы, то у Него могли появиться последователи, но так Он сошел бы с прекрасного пути. Так Он бы перестал следовать искупительному плану Отца и столкнулся бы с последствиями. Он бы оставил путь подчинения Отцу и попытался бы сделать так, чтобы Отец служил Ему. И в этом мы видим второй метод оставления прекрасного пути. Использовать Бога, чтобы служить собственным целям, а не Божьим. Иисус реагирует на это искушение, цитируя Второзаконие 6.16. «Не искушайте Господа, Бога вашего». Исход 17 является хорошим примером. Они только что пережили чудесное избавление на Красном море, но израильтяне решают испытать Господа и требуют воды. Израильтяне решили испытать Господа, сказав, «Если ты Господь среди нас или нет?» «Если Он где-то рядом, то у нас должна быть вода. Испытывать Бога значит манипулировать Богом и пытаться подкупить Его». Для Израиля и Иисуса требование чудесной Божьей защиты было неправильным. Манипуляции и взятки всегда говорят о неверии, даже когда они обличены в молитву. Слишком часто мы молимся и ведем себя так, словно Бог существует, чтобы служить нам. Он должен пройти наши испытания верности и выполнить наши требования, чтобы мы следовали за Ним. Он должен действовать на основании силы нашей веры и благословлять нас, потому что мы уделили столько времени и денег, а также были верны. Каждый раз, когда мы поддаемся этому искушению, мы показываем свое неверие. в жизни Иисуса искушение достигли пика, когда его арестовали и отправили на крест. В Матфея 26 Иисус откажется от своего права на то, чтобы призвать легионы ангелов, чтобы освободить его из-под ареста, суда и распятия, потому что путь Отца не был таким. Он не будет использовать свои силы и права, чтобы рука Отца начала служить по его целям. Иисус противостал двум искушениям. И тогда дьявол пришел с третьим. Матфея 4,8 Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, и если пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Здесь дьявол сбрасывает свою личину и поднимает главный вопрос. Все просто. Сатана хочет заменить Отца в жизни Иисуса. Он жаждет контроля. Во время крещения Иисуса сорока днями ранее Отец сказал с небес, это Сын мой возлюбленный. Это явно отсылка к Псалму 2,7. Каждый богобоязненный еврей понимал, что это отсылка к Мессии и Царю, который должен был прийти и принести Царство Небес, культуру Небес, на землю. Иисус знал это место. Вот эти слова в контексте 2-го Псалма. Цитирую, возвещу определение. «Господь сказал мне «Ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам награды в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Конец цитаты. Отец уже обещал народу Иисусу в наследие. Вопрос в том, будет ли он доверять Отцу. Дьявол взял Иисуса на высокую гору и показал ему все царства мира и их величия. Скорее всего, это было сверхъестественное видение. Иисус мог стать царем царей и управлять всеми людьми, если он только поклонится дьяволу. Зачем искушать Иисуса этим, если Отец уже пообещал это Ему? Давайте вернемся к крещению Иисуса. Там слова Отца объединяет Иисуса, Сына Божьего, со страждущим слугой. Слова, в котором мое благоволение взяты из Исаии, 42. Иисус должен был стать страждущим слугой из Исаии, 42, 49, 50 и 53, который отложил свою славу, пострадает и умрет за всех людей. Вот как прекрасный путь принесет спасение всем жителям земли. Дьявол предлагает Иисусу срезать путь, обойти крест. Иисусу нужно было лишь оставить свои искупительные дела на кресте ради всего человечества. И он бы сразу же получил власть над всем миром. Дьявол предлагает быстрый и простой путь к получению царств мира. Иисусу нужно лишь упасть и поклониться ему. Есть лишь одна уловка. Все это будет стоить ему всего. Для этого ему нужно променять любовь отца на поклонение сатане. такова цена идолопоклонства. За каждой силой, которой мы решаем служить, будь то другая личность или мы сами, мы всегда видим дьявольскую активность. А вот и третий метод для того, чтобы оставить прекрасный путь. Служить другой силе, чтобы получить желаемое, а не доверять благости отца. Искушение кроется в том, чтобы нарушить первую заповедь. Да не будет у тебя других богов. Исход 23. Дьявол бросает вызов и отвергает эксклюзивное право на поклонение. Дьявол говорит Иисусу, все эти царства я отдам тебе. Он утверждает, словно у него есть власть, чтобы отдать эти царства Иисусу. Но имеет ли он царство мира, чтобы отдать их. Он правитель мировой системы, которая организована в противоставлении Богу. Иоанна 12. У него есть сила и влияние над людьми и властями в этом мире, но его влияние и силы ограничены. Не забывайте, что дьявол отец лжи. Иоанна 8. В своем искушении дьявол всегда извращает реальность. Его игра состоит в том, чтобы казаться сильнее, чем он есть на самом деле. Он обещает дать то, чего не может дать. Вся власть принадлежит Богу. Псалома певец говорит в 23 Псалома «Господня земля и что наполняет ее вселенная и все живущие в ней». Иисус отсылает дьявола прочь, цитируя второзаконие 6.13 «Господа Бога твоего бойся и ему одному служи». Иисус отвергает предложение дьявола на этой высокой горе, чтобы на другой горе после воскресения получить власть, которая будет больше всего того, что дьявол мог когда-либо предложить ему. Когда он дает повеление своим ученикам в Матфея 28, то начинает свое повеление со слов «Дана мне всякая власть на небе и на земле и принял власть над небом и землей от Отца». В 11 стихе 4 главы мы читаем «Иисус отказался утолить свой голод, чудесным образом превратив в камни в хлеб». Теперь же его накормили сверхъестественным образом. Иисус отказался броситься с крыла храма в надежде на помощь ангелов. А теперь ангелы пришли и кормят его. Дьявол будет пытаться и дальше противостоять Иисусу в служении. Но каждое искушение оставит прекрасный путь. Иисус будет отвечать повиномением и доверием Отцу. Там, где Адам и Ева, потерпели поражение. Иисус одержал победу. Иисус отказался срезать путь, чтобы наследовать царство мира. И в следующих стихах Он начинает свое служение, провозглашая в Галилее, что его царство приблизилось. Благодаря тому, что Иисус противостал искушением дьявола, свет зажегся между народами. Евангелие царства будет провозглашаться. Больные будут исцеляться, а бесноватые освобождаться. Культура небес пришла на землю в личности Иисуса. Его правление началось. Но как мы, последователи Иисуса, противостоим искушениям дьявола и держимся на прекрасном пути? Вот семь вещей, которые нужно помнить, чтобы держаться на прекрасном пути. Первое. Помните пример Иисуса. Мы только что рассматривали это. Автор послания к евреям говорит, что Иисус был искушаем во всем так же, как и мы, но был без греха. Это евреям 4. Иисус научился повиновению через страдания в роли сына. Евреям 3. Иисус показал нам пример. Второе. Помните о своей идентичности как ребенка Божьего. Ничто не может отделить вас от безусловной любви отца. Дьявол хочет, чтобы мы сомневались в том, что мы являемся частью Божьей семьи, в Божьей благости к нам, в Божьем присутствии в нашей жизни. Тот факт, что мы проходим через искушение или испытание, не означает, что Бог оставил нас. Третье. Помните, что Дух Божий живет внутри вас. Тот Дух, который вел и давал силу Иисусу, пребывает в вас. Вы также можете побеждать искушение в силе Духа. Павел написал в Галатам 5, «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Конец цитаты. Никакое искушение не может победить нас, если мы обращаемся к Иисусу и полагаемся на ресурсы Духа. В Иисусе у нас есть сила, чтобы не грешить. Четвертое. Помните Слово Божье. Истина Божья помогает нам различать схемы дьявола. Иисус сказал в Иоанна 8, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус противостал дьявол, доверившись Слову Божьему. Помните обетование с 1 Коринфяном 10-13? Цитирую. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Конец цитаты. Не забывайте о Божьих обетованиях и пребывайте в них. Пятое. Помните большую историю Божью и Его цели. Когда Бог испытывает нас, то готовит нас к жизни в Его целях. Когда дьявол искушает нас, то вопрос никогда не связан только с нами и нашими желаниями. Дьявол всегда пытается разрушить нечто большее. Он думает о больших целях Божьих. Часто битва бушует сильнее всего перед серьезной победой. Шестое. Помните, что вы можете противостать дьяволу. Вы можете сказать ему «Нет, мы не просто продукты среды, у нас есть воля». Иаков, брат Иисуса, пишет в 4 главе «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Научитесь начинать свой день с облачения во все оружие Божье, о котором говорится в Ефесянам 6.10 и 6.18. Запомните это место писания наизусть. И седьмое. Помните о своей общине поддержки. Ангелы пришли и начали служить Иисусу. То же слово «служить» также используется в Евреям 1. Не все ли они суть служебные духи, послаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? И как детей Отца, которые посвятили себя Его воле, нас поддерживают ангелы. Мы получаем заботу и защиту ангелов, как это было с Иисусом. Мы также должны ходить с друзьями, которые молятся за нас и помогают нам превозмогать в трудностях. Я сильно нуждался в этом. Опять же, я советую вам присоединиться к группе наставничества. Сессии свободы, чистое желание, вы можете узнать о них больше на нашем сайте. Когда мы идем с Иисусом, подчиняясь Отцу, мы преображаемся Духом. Наш разум обновляется. Мы учимся доверять к Богу. Мы начинаем думать как Иисус. Мы переживаем радость в победе над искушениями, и мы входим в свободу прекрасного пути. в свободу и метод Продолжение следует... Продолжение следует...